Матч был на мой взгляд очень мощный. Было много физических проявлений и с обеих сторон. Мне кажется, был очень интересен для болельщиков. Болельщиков много собралось на эту игру. Нужно их поблагодарить, и футболисты их своей игрой, на мой взгляд, отблагодарили. Счет, который сегодня, ну, может быть, такой крупный он и не соответствовал, но мы играли очень и очень так целеустремленно, как финал Кубка. Очень много было борьбы с обеих сторон. Наши игроки просто молодцы. Ману Фернандош сегодня остался в запасе. Какие изменения еще будут в составе в ближайшее время? Может быть, дадите каким-то... Изменения 18 числа не могу сказать, какие. Конечно, они могут. Изменения еще, во-первых, три тренировочных дня – это раз. Во-вторых, после сегодняшней такой жесткой, или можно сказать, жестокой игры, посмотрим завтра состояние игроков. И к 18 мы определимся. Вполне возможно изменения. И будут. На мой взгляд, все, кто сегодня ребята вышли, они сыграли на 100% своих возможностей. Нам отступать некуда. В 2018 году прям феноменально играет Владислав Игнатьев. И, ну, понятное дело, что у него высокие шансы попасть в сборную России. А видите ли вы его в ближайшем будущем в Кубке, в Европейском клубе? А зачем ему уходить? Ну, зачем ему уходить и... Развиваться? Локомотив тоже в Еврокубках будет играть. Каких? Лиги чемпионы или Лиги Европы? Ну, уже будет. Ну, зачем ему уходить? Все в него идет складное. Он себе отвоевал, наконец, стабильное место в основном составе. Нужно продолжать дальше. Первый и второй голы были примерно похожи и примерно с одной и той же точки. Почему после того, как Антон забил Миранчук первый гол, он же не ударил с такой же точки еще раз? Объясните, пожалуйста, ударил Фарфан все-таки. Ну, во-первых, я поощряю инициативу игроков. Вот есть матч. Есть матч. И кто-то себя очень чувствует уверенно и хорошо перед тем, как прийти пробить или пенальти, или 11 метров. Они должны сами решить. Вот это было решение двоих игроков. Антона, троих даже. Антон, Алексей и Фарфан. Фарфан подошел, он был уверен и сказал, я пробью этот. Ну, он и молодец. Если бы он не забил, ну, наверное, мы бы ему сказали, Фарфан, вообще-то это точка Антона. Но он же забил. Его инициатива эта поощряется. Сейчас очень многие обсуждают, что вы сегодня обыграли своего бывшего воспитанника Дмитрия Хохлова. В вашем тренерском штабе также есть бывший футболист Локомотив, который является настоящими легендами клуба. Готовите ли вы кого-то из них в дальнейшем на тренерский мостик и видите ли в них своих преемзников? Да, они готовы хоть сейчас стать на тренерский мостик и повезти любую команду, в том числе и Локомотив. И самое важное то, что это преданные люди клубу. Эти люди знают, как выигрывать. То же самое, как касается их и Хохлова. Это у нас уже новые поколения и очень хорошие коллекцированные тренеры идут. Хохлов, Карпин и так далее. Много ребят. Евсеев тот же, который у нас три очка отобрал, а сегодня не смог. Лучше бы здесь отобрал. Это жизнь вперед двигается. Это нормально. Хохлова команда сейчас, она очень-очень на хорошем уровне. Раз болельщики стали ходить на футбол и на Динамо столько стало болельщиков ходить, значит игроки и тренеры, они добились этого, чтобы они пошли на них смотреть. Они ходят смотреть на футбол. А сегодня посмотрите, сколько людей было. И был хороший футбол с двух сторон, на мой взгляд.